Карачао-Черкесия присоединилась к большому федеральному проекту Минздрава России «Тест на ВИЧ-экспозиция-2020». Более 250 жителей как городов, так и районов нашей республики прошли бесплатное анонимное экспресс-тестирование на эту инфекцию. На подведение итогов всероссийской акции побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Александр Коваленко. Сегодня в нашей стране с вирусом иммунодефицита человека живут около 37 миллионов россиян. Неутешительную статистику приводят эксперты. Ежедневно ВИЧ-инфекцией заражается более 200. Профилактический проект мирового масштаба «Тест на ВИЧ-экспедиция-2020» стартовал в 2016 году. В этом он охватил 200 городов в 45 регионах России, включая Крайний Север и Северный Кавказ. Тема такая достаточно щекотливая, противоречивая. Под масштабных акций не так много проходит. Не все еще привыкли к такому формату тестирования. Но если мы не будем водить и приглашать людей, именно главным смыслом акции является привлечение внимания к регулярному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Так же, как мы сдаем анализы в рамках диспансеризации на общий анализ крови, например, или другие инфекции. В Карачаево-Черкесии мобильные лаборатории работали в Карачаевске, у Джигуте, у Чкикени, в станице Зеленчукской и в Черкесске. Как отмечают специалисты, жители с удовольствием проходили тестирование, задавали вопросы, касаемые профилактических мероприятий ВИЧ-инфекции. Смысл не просто протестировать людей на ВИЧ-инфекцию, потому что любая районная больница делает тестов в сотни раз больше, чем и в рамках акции. Смысл больше привлечь внимание к самой проблеме. Специалисты тестов на ВИЧ-экспедиция 2020 также в течение шести дней проводили обучающие семинары с медицинскими работниками республики. Они поблагодарили представителей Министерства здравоохранения, Центра СПИД, районных властей за оказанное содействие, проведение экспресс-тестирования, подчеркнув еще раз о том, что чума 20 века не сбавляет обороты и в 21-м. Тестирование проводилось по слюне, то есть это не инвазивная манипуляция. Конечно, люди более откликались на это. Второй момент, когда приезжают в наши населенные пункты, довольно отдаленные, люди, которые не знают жителей республики. Для любой Кавказской республики конфиденциальность превыше всего. Заразиться ВИЧ-инфекцией может любой человек, невзирая ни на возраст, ни на пол, ни на социальный статус. Всем известны пути передачи вируса. Это через кровь при незащищенном половом контакте, а также от матери к ребенку. Если вы любители пирсинга, татуировок, маникюра и педикюра, вы уже попадаете в группу риска. В завершении акции в Карачаево-Черкесии специалисты передвижной лаборатории продемонстрировали гостям, как проводится экспресс-тест. Наша съемочная группа не стала исключением и тоже присоединилась к федеральной акции «Тест на ВИЧ». Здравствуйте. Я хочу предложить вам пройти анонимную, бесплатную экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию по слюне. Делается оно просто. Проводить вы будете его самостоятельно. То есть я вскрою упаковочку, вы достанете тест, приведете этот тест-системой по деснам во рту и, в принципе, останется подождать 15 минут и будет готов результат. Потом я вам его предоставлю. Отрадно отметить, что тест проводится не инвазивным методом, а путем исследования слюны. Абсолютно безболезненно. Да и результат считывается уже через 10 минут. Александра Коваленко, Рашидоков, Вести Карачаева, Черкесия.